Всем привет! Меня зовут Ярослав Попов, я палеонтолог, и я буду отвечать на вопросы, связанные с динозаврами, мамонтами и другими древними животными. Кстати, вы уже, наверное, заметили, что за моей спиной стоит скелет динозавра. Это торбозавр, один из грозных хищников мелового периода, обитавших на нашей планете примерно 66 миллионов лет назад. Правда, сегодня мы подошли к нему с неожиданной стороны, со стороны хвоста. И это связано с вопросом, который задали наши уважаемые зрители. Мальчик Дима спрашивает, зачем динозаврам был нужен хвост? И вопрос этот, на самом деле, не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Большинство ребят предполагают, в первую очередь ориентируясь на различные фильмы или, может быть, книжки, что динозаврам хвост, в первую очередь, был нужен для того, чтобы отбиваться от противника или же, может быть, наоборот, атаковать свою жертву. Действительно, в разных фильмах вы можете видеть, как тот же торбозавр просто сбивает кого-нибудь с ног своим хвостом. Но поглядите на этот хвост, видите, какой он тонкий. Уверяю вас, таким тонким хвостом очень сложно было бы кого-то сбить с ног. Ну и потом, если бы он хорошенечко стукнул этим хвостом, то он бы, с большой вероятностью, его бы переломал. Ему было бы очень больно и неприятно, и он бы никогда, пожалуй, не стал бы рисковать своим хвостом. Тогда зачем же ему такой хвост? Причём, мало того, что у него просто хвост, вы посмотрите, насколько он длинный, просто невероятно длинный. На самом деле, динозаврам хвосты были очень нужны, особенно двуногим. Если мы возьмём какого-нибудь чисто гипотетического двуногого динозавра, пусть того же торбозавра или тернозавра, мы можем заметить, что от лап, которые идут снизу, спереди идёт крупная голова, достаточно крупное тело, лапы, и сзади длинный, длинный, длинный хвост. И если мы взглянем на него сбоку, мы увидим, что хвост и голова уравновешивают друг друга. Именно для этого, в первую очередь, динозаврам были нужны хвосты для поддержания равновесия. На старых картинках динозавров рисовали не совсем точно. Они были вот такие вот приподнятые в вертикальной плоскости, и хвост у них свисал на землю, и они хвостом опирались, как кенгуру. Сейчас учёные доказали, что ходили они совсем не так, они ходили наклонившись. Но если бы они просто наклонились, если бы мы наклонимся, у нас голова начнёт перевешивать, и мы так долго ходить не сможем. А у того же торбозавра голова и туловище весили где-то тонн пять. Уверяю вас, что этот динозавр бы просто-напросто кувыркнулся, или ему пришлось бы ходить и с носом своим считать все камни на своём пути. Но это, согласитесь, очень неудобно. А хвост поддерживал равновесие, и он мог спокойно бегать. Хвост был не только длинным, он ещё был достаточно мясистым, за счёт чего его веса было вполне достаточно, чтобы торбозавру или торбозавру было удобно ходить. Но это на самом деле далеко не единственная функция хвоста динозавра. При помощи хвоста динозавра, возможно, могли резко поворачивать. Кроме того, к хвосту шла очень мощная мышца. Мышцы, вы, наверное, знаете, что такое мышцы. Мышцы это то, что помогает, в том числе, двигаться нашим костям. Например, люди, которые часто таскают гири, у них такие крупные мышцы, что их издалека можно разглядеть. Так вот, у динозавров тоже были мышцы, на самом деле, очень мощные. И, пожалуй, самые мощные находились как раз между задней ногой и хвостом. Так называемые хвостобедренные мышцы. Эта мышца оттягивала ногу динозавра назад. И именно благодаря этой мощной мышце динозавры могли ходить на двух ногах. А это, согласитесь, для всех ящеров было немаловажно. Но это мы всё говорим о двуногих динозаврах и о таких классических тонких хвостах. Но на самом деле хвосты в мире динозавров были весьма разнообразны. И в некоторых случаях они действительно могли служить оружием. Вы, наверное, помните, например, стегозавра, у которого на хвосте располагалось четыре крупных шипа. Действительно крупных. Иногда они достигали длины где-то метра. Это было грозное оружие по имени тагомайзер. И действительно учёные рассчитали, что силы хвостать стегозавра было достаточно, чтобы он этими шипами мог проткнуть, например, ногу какого-нибудь обидчика, какого-нибудь аллозавра. Другой динозавр, такой как анкилозавр или его родственники, панцирные динозавры, носил на хвосте настоящую колотушку, мощную булаву. Безусловно, эта булава тоже помогала ему защищаться от хищников. Очень интересен хвост у диплодока. Он не просто длинный, а он невероятно тонкий, особенно на кончике. Кончик хвоста диплодока напоминает хлыст. И есть предположение, что, возможно, именно как хлыст он и использовался. Во-первых, диплодоки могли, например, отбиваться от противника своим хвостом. Вот здесь некоторые учёные предполагают, что его можно было использовать как оружие. А ещё вероятнее, что они использовали хвосты для общения. Ведь если хвостом быстро провести в воздухе, то он издаёт свист. Вы наверняка это замечали. Возможно, что диплодоки щёлкали своими хвостами, свистели в воздухе и так обменивались друг с дружкой какой-то очень важной и ценной информацией. Как видите, в мире динозавров хвосты играли немаловажную роль. Но я уверен, что вас интересуют не только хвосты динозавров. А что я хотел бы, чтобы вы нам сообщили. Поэтому я вас очень прошу, в комментариях под этим роликом опишите, что бы вы хотели знать о динозаврах или о других древних животных. И я в следующем выпуске постараюсь ответить на самый интересный и наиболее понравившийся мне вопрос. Ну что же, я с вами прощаюсь. До встречи в Дарвиновском музее! И связано это с вопросом, который я хотел бы сегодня с вами обсудить. Мальчик Дима... Мальчик Дима, 46 лет! Ну как исследование? Исследовать тут нечего. Но просто конкретно, в отличие от всех зауроподов, у всех зауроподов хвост как хвост, а у диплодоков вот такая вот тонкая часть длится где-то метра на полтора-два. Вот такой вот тоненький-тоненький хвост. И это всех давно волнует и пытаются понять, на кой чёрт ему вообще это было нужно. Потому что странно, если бы у всех зауроподов было бы понятно, может он утончается, но нет, у других он утончается вполне равномерно. Тут вот прям такой тоненький хвостик, и позвонки. То же самое, только представьте ещё там. И вот как бы зачем? Куда делась вот эта идея балансира хвоста? Во-первых, всё-таки у птиц есть перьевой хвост, который, наверное, в какой-то степени их балансирует. А во-вторых, ну как бы летать-то хочется, надо как-то облегчить туловище. Можно было от ног отказаться, не знаю, от головы. Но вот решили, что хвост наименее ценный. Страусы и прочее, они же ушли всё равно от этой схемы. Они то ушли, но они все были летающие, безусловно. Все данные, которые у нас есть, показывают, что изначально все птицы были летающие, а потом кто-то там ушёл к плаванию, бегу и так далее. Соответственно, в какой-то момент они потеряли хвост, потеряли зубы, и потом уже додумались, что надо опять бегать. Смотрите.